Здравствуйте, уважаемые слушатели курса управления профессиональной траекторией. Прежде всего, я хотела бы выразить вам свою благодарность за то, что вы приняли решение изучать данный онлайн-курс. И вначале позвольте представиться и кратко характеризовать то, чем мы с вами будем заниматься на протяжении изучения курса управления профессиональной траекторией. Я Петрова Валерия Николаевна, доцент, кандидат психологических наук, сотрудник кафедры организационной психологии Томского государственного университета. И я люблю шутливо говорить о том, что я преподаю и занимаюсь организационным консультированием с прошлого тысячелетия. Я люблю свою работу и очень рада тому, что в последние годы у меня появилась новая возможность расширить количество своих слушателей и студентов с помощью использования онлайн-технологий. Мне кажется, что данная образовательная технология дает прекрасные возможности реализовать принципы непрерывного образования, междисциплинарности, транспрофессионализма, всего, о чем мы с вами и будем говорить в рамках данного курса. Итак, о чем же наш курс? В традиционной культуре человек, который что-либо производит, называется работник от слова раб. Потом появился сотрудник. Это слово означает человека, который действует в команде с другими, и его деятельность сопровождается скорее негативными эмоциями. Ведь эта работа трудна, это уже не раб, но радость от работы он получает явно где-то в другом месте. А лет 20 назад мы начали говорить о персонале. «Персона» в переводе на русский язык означает «личность». Это нечто уникальное и неповторимое. На рубеже тысячелетий мы начали понимать, что каждый работник и его профессиональная траектория уникальны и неповторимы. У него свой собственный профессиональный путь и своя собственная система мотивации. На смену отделам кадров пришли отделы по управлению персоналом. И мы все с вами пережили эту лихорадку непрерывного найма и подбора персонала. Рекрутинг, ресерчинг, хэтхантинг и прочее, и прочее, и прочее. На смену ей пришла пора страстного увлечения обучения. Возникли корпоративные университеты. В их основе лежит идея о том, что если взять на работу среднестатистического специалиста, то с помощью тренингов, коучинга, дистанционного обучения, бизнес-симуляции, геймификации, фасилитации и других процедур можно, что называется, заточить под потребности конкретной организации данного работника. Параллельно с этим в практику работы с персоналом вошли такие процедуры, как оценка или ассессмент, развитие персонала, развитие корпоративной культуры, внутренней коммуникации и многое-многое другое. Во всем этом хаосе управление профессиональной карьерой конкретного сотрудника фактически по-прежнему оказывается в руках непосредственного руководителя. У него есть все возможности нанимать сотрудника к себе в команду, обучать его необходимым навыкам, транслировать на него ценности организации, мотивировать, контролировать выполнение конкретной работы. Эти три персонажа работник, его руководитель, менеджер по персоналу должны эффективно взаимодействовать, говорить на одном языке и действовать в одном направлении. Именно о том, как обеспечить это, мы и будем говорить в рамках нашего курса управления профессиональной траекторией. Как мне кажется, он адресован и первым, и вторым, и третьим. В первом модуле мы будем с вами говорить о том, как соотносится понятие профессиональная траектория и профессиональная карьера. Во втором модуле мы поговорим о том, кем или чем на самом деле мы фактически можем управлять. Речь пойдет о личностном и профессиональном потенциале сотрудника, о транспрофессионализме, о метакомпетентности, о soft skills и hard skills, о проактивности, лидерском потенциале и многом-многом другом. В третьем модуле мы будем рассматривать те трудности и проблемы, которые могут возникать у современного сотрудника 21 века. Я имею в виду профессиональные деструкции, такую очень важную тему, как исполнительская дисциплина сотрудника, особенности современного безработного, ответственность работника и многое-многое другое. Ну а в последних, четвертом и пятом модулях мы с вами поговорим о современных инструментах и стратегиях управления профессиональной траекторией. Вы услышите такие красивые слова, как геймификация, фасилитация, vision, foresight, coaching. В конце нашего курса вы не только узнаете, что значат эти слова, но и познакомитесь на практике с тем, как можно их использовать в реальной конкретной деятельности как руководителя, так и сотрудника. Вот какой путь предстоит нам с вами. Нас ждет много чего интересного впереди. И в самом конце своей первой лекции я хотела бы вас попросить сделать одно небольшое задание. Подумайте и сформулируйте как минимум три цели вашего личного обучения в рамках данного онлайн-курса. Они помогут вам более осознанно подходить к тому материалу, который вы будете изучать. Успехов! Я была рада познакомиться с вами. И до встречи на следующей лекции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok